Активисты Могилевской организации «Благо» так само нагадывают, что добрые справы не обоязково примерковать до певной даты. И пропонуют допомогу всем, кто имеет потребу. Зараз, например, раздают ходунки тем, кто находится на реабилитации. Ця не может рухаться без допомоги. Для могилевчанки Татьяны Зубрыцкой ходунки это махчимость без боли зарабить первые самостоянные кроки после тяжкой хворобы. Разом со сродками реабилитации жанчина отримала нечто большее – былую незалежность руку. Тут уже все заболевшее. Держать костылей шесть лет. А вот так вот идти, вот так вот идти, да когда ж вообще, это ж сказку попало. Меж тым ничего казочного нема, все реально. И адресаты допомоги и ты, кто ее оказывает. Могилевчанка Олена, допрыкладу, доглядая со старылую родню, и сюды, у дом ветерану, в добрачинную организацию приходит не первый год. Я смотрю двух лежачих бабушек. Одна из них инвалид, а вторая по сердцу с дома не выходит. Я хожу в общественное объединение уже два года. Неоценимая помощь идет, как и постельного, как и даже вот эти вот костыли, медоборудование, которое нам, допустим, не выдается, а стоит бешеных денег. Лекарства заплати, коммунальные заплати. Отсюда я принесу остальное. Кроме как все очистящие средства, постельное и одежда. Это очень важно. Промогчимость отримать допомогу бесплатно до сель ведают не усе, да и приехать в город, и за ходунками, и за речами, часом не просто. Там координаторы проекта успадяются и на силу сарафанных радов. Нам хочется поддержать человеческое достоинство людей, которые попали в такую ситуацию, у кого не такой доход высокий. И нам хочется показать им, что действительно мы оказываем заботу, проявляем к ним внимание, потому что это люди, которым полную помощь получить неоткуда. Чтобы отримать ходунки, достаточно иметь пашпорт и медицинскую доветку. Завитать сюда можно и за речами, и продуктами харчевания. Это так уж, что тут працует один и в области майстерни по ремонте инвалидных колясок. Платить за отриманное не треба, але охверовать гроши на подтримку организации и адресату допомоги никто не забороняя. Головное поведомить про махчимость тем, кому это саправды не обходно. Благо, знаходится у будинку дома ветерана у Могилёве. Усе подробязности по телефонах.